Ребят, хочу порекомендовать вам канал Рыбаки до лодки. Место, где обычные мужики на катерах и плотах путешествуют по рекам, морями, озерам необъятной родины. Показывают необычные и сложные маршруты и, конечно, крутые места для рыбалки и отдыха. Максимально откровенно, весело и честно. Канал новый, и ему очень нужна ваша активность, так что ставим видео на паузу, подписываемся на канал Рыбаки до лодки по ссылке в описании и передаем им привет от зёбры в комментариях. И продолжим. Есть хочется. Потерпи, обед скоро. Не скучно. И жарко. Кондёр работает, прохладно же. Я хочу сока. Неуёмный. Да, надо его выгулять. Пойдём. Ага. Вставай. Пошли. Так. Вот. Давай, разомнёмся. Пошли. Выпрыгивай с машины. Выше, выше, выше. Выше. Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка. Зебра? Но это, как зебра? Я не знаю. Привет. С научного ранчо. Я ведущий, доктор Керрикер. Сегодня проверяем то, что интересовало людей миллиарды лет. А именно, когда стреляешь с пятидесятки БМГ, сколько... силы она передаёт стрелку при отсутствии силы трения. А ещё, Ликвидесс, если хотите меня проспонсировать, напишите, ссылка в описании, нравится мне ваша вода. Сгандабели вот это. Устройство без тре... Ну, на самом деле, трение, конечно, всё равно тут есть. Ну, короче, подумали, чё будет, если висеть просто в воздухе и стрелять из пушек. Интересно, какая пушка и на сколько нас будет раскачивать. Сколь силы передаст. Короче, смогу ли я качаться без... помощи моего папы. Его тут нет, так что придётся использовать пушку. Вот шкала для замеров, напротив будет камера. Тут у нас шесть дюймов, фут, восемнадцать, два фута, два с половиной. Вот и посмотрим. Если стрелять с разного оружия и разными калибрами, насколько я смогу раскачать качельку. Земли ногами я касаться абсолютно не буду в этой сбруе. Из неё, кажется, много торчать будет, но вы понимаете, перед съёмкой я в неё залез, и торчит всё бесстыднейшим образом. Так что постараемся снимать повыше, чтоб вам не приходилось смотреть на то, что выпирает. Ну чё ты, дети ж, может, морят. Так, надо мне тут застегнуться. И предстать перед вами в антигравитационной упряжке. Ну, в смысле, на качельке. Не знаю, чё мы просто качелью не сделали. Ну, просто была эта обвязка, и я подумал, чё б не её. Так, дитями дамам отвернуться. Я в обвязке. Это вниз. И план такой, сидя в упряжи. Просто стрелять. И смотреть, как сильно меня будет качать. А можно в ней? Да? Всё, ладно. Лады, давайте пушки. Для начала, 10-ый рюгер, 22-ом, с изящными модами, типа карбонового ствола, нового спуска, и большого магаза. Я, наверное, выстрелю несколько раз. Вряд ли как-то сильно он раскачает, но только один способ узнать. А именно так и пострулять. Ты выше снимаешь? Да выше я твоего торчания снимаю. Вообще, думаю, всегда теперь так стрелять буду, потому что... Прикольно, тут как в кресле развалился. Ладно, надо попробовать сперва не раскачиваться. То есть вообще не шевелиться. Сперва один раз. Ничего, ладно, несколько выстрелов. Ну, покачиваюсь. Ну, это не о чём. Второй с одного выстрела практически меня не сдвинул. Несколько выстрелов сдвинули, ну, сантиметров, может, на пять. Мощно поднимем накал и перейдём сразу к 44-ому магнуму. Это Таурус Рейджин Хантер. Здоровяк. Кстати, ребят, если кому интересно, я недавно делал 10-минутную историческую информационную вставку, как раз про 44-й магнум. Многим она понравилась, кстати, спасибо, ребят, и после неё даже рекламы не было, так что можешь сходить и заценить. Ссылка будет в описании, если не забуду, в подсказке вверху экрана. Сперва один выстрел, ноги с земли убрал. Надо прям хорошо замереть. Погнали, 44-й магнум. Лады. Да, слегка меня качнуло. А теперь несколько. Всё равно не особо толкает. Я реально думал, что у 44-го силёнок-то побольше. А дача-то не особо сильная, если об этом подумать. Чё, первый закон Ньютона. На каждое действие есть равное и противоположное противодействие. То есть вот пуля вылетает по цели очень быстро. Все знают, пули быстрые и мощные. Но ровно та же энергия передаётся и мне, через в данном случае револьвер. Ну, разве что я тяжелее пули, поэтому я не лечу с такой же скоростью. Я учёный, как вы знаете, ребят, доктор Мэтт Инда Хаус. И сегодня у нас полное научпопство. Но что продолжить, нам нужны более крупнонаучные пули. Судя по записи, получилось 10 сантиметров для одиночного и 15 сантиметров для многократных выстрелов. Теперь попробуем с Дезерт Игла в 50-м АЕ. Он мощнее, чем 44-й Магнум. Посмотрим, на что он способен. Ноги на земле, стараюсь зафиксироваться. Вроде всё. Да, не качаюсь. Руки с пистолетом на этот раз выпрямлю, чтобы отдача не терялась в локтях. И давайте несколько. Я обожаю, когда Гильза от него в лоб прилетает. Неплохо получилось. В этот раз меня явно дальше, чем 44-й Магнум раскачало. Ну, на этот раз висел я чуть дальше начала нашей измерялки. Но первый выстрел опять где-то сантиметров 10 дал, а серия выстрелов дала сантиметров 15-20. В общем, больше, чем 44-й Магнум. Теперь постреляем 458-м Сокомом. Из этой АЕР-ки приклад я буду упирать плотно себе в плечо. То есть в локтях отдача теряться не сможет. А 458-й не слабо пинается, правда ДТКшка тут хорошая. Может, она на результат повлияет? Ну, один способ узнать. Ща выясним. Бомбалэя. Ща надо замереть. Ноги вверх. Один выстрел. И много. А, нет, заклинило. Блин, ски, а как качаться-то хорошо начал. Качественная проблема была в полимерном магазине. Воткнули обычный армейский. Попробуем скоростную стрельбу. Насколько сильно меня качнет, я замер. Почти. И... Уложился и закачался. Ну, поехали. Блин, ски, а может, делай в пушке? Ладно. Вроде ничего. Пробуем еще раз. Если сдохнет, то хватит с нас на сегодня этого сока, Мэй. А знаете, я муж понял, чё это было, качаюсь, кстати, неплохо. Возможно, это как когда слабый хват бывает. Типа мое плечо, недостаточный упор для автоматики пушки. И поэтому она клинит. Мы как бы имитируем стрельбу со слабым хватом. Если я встану, возможно, она будет нормально стрелять. Да давайте выясним. Да, я считаю, имитирую слабый хват. Посредством сидения в этой антифрикционной качельке. Абсолютно нивелирующей силу трения. Эти выстрелы сантиметров на 20-25 качнули. Теперь попробуем что-то еще покрупнее. И это 50-ый Биаульф. Стандартного размера Аэрка с большими пулями 50-го калибра. 50-ый Биаульф. Он тоже мощно легается. Попробуем его и посмотрим, насколько он меня раскачает. Кое на что в обвязке лучше не садиться. Теперь надо только замереть. Чё-то не получается. А вот, 50 БМГ. Забыл, что сперва одиночно. Да, поехали. А вот, еще один у нас клин из-за слабого хвата, видать. Одиночного в этот раз не было, но после серии выстрелов получилось 45 сантиметров. Ну, полметра, можно сказать. Да, это прям неплохо. А теперь... Попробуем 12-ый калибр. Это у нас помпа, то есть не будет никакого... Клина из-за слабого хвата. Готовка дачи. А тут просто... Болтаешься, как не пойми что. Потому что, кто не понял, у нас тут ноль гравитации и трения. В нашей лабортории. Клина из-за слабого хвата. 16-я очередь. Если ее так назвать, аж помпой. 33 сантиметра, и можно было выжать больше, если в тайминги попасть. Но... Так ничего особого. А теперь попробуем... УЗИшку. И она, вероятно, в автоматическом режиме стрелять не будет. Такое ощущение, что тут будет имитация слабого хвата. Но, я вовсю постараюсь держать ее максимально плотно. Смотрите-ка. Затвор остался сзади с полным магазином. Интересно. Поехали. Да, неплохо двинуло. 18-20 сантиметров. Педал ее побольше. Но теперь это пуха. Новенькая, но может вы ее уже видели. Это... Самая обнаковенная пуха. Ой. И что тут за положение А? 7-62 на 39. Одиночный. Да? Неплохо. А надо нам слегка... Чуть больше одного выстрела дать. И я замираю. Да-ха-ха-ха. Блин. Папаня-то больше не нужен. Я сам себя качать тебе могу. Я здоровый мужик, сам себя могу качелить. Ты же шикарная. Ха-ха-ха. Эта очередь запустила меня дальше измерительной линейки. На метр с гаком качнула. Это вообще офигеть. И вероятно. Это лучший день в моей жизни. Очень весело. Ладно, теперь у нас Линкс, Рейс, 50-ка БМГ. А, кстати, раньше 50-й Беовульф я назвал БМГшкой. Очевидно, я ошибался. Там был Беовульф. А это БМГ. Я, кстати, не знаю, как ее держать. Почется как-то... О, ее капец тяжело. Держать ее не могу. Ладно. Поехали. Я попробую замереть. Продолжаю стрелять. Попробую, кстати, на обратном качке, чтобы подальше можно долетать. Я... Ты болен чуть сильнее обычного. Автоматика отлично работает. О, да. Я это... Все. Сегодня без тренировки. Это было прям очень тяжело. Я... Ты болен чуть сильнее обычного. Победителем, по-моему, стал коллаж с автоматическим режимом. С ним было прям очень круто. Он прям сегодня мой любимчик. Пятьдесятка оказалась просто слишком жесткой. Вот такой мы ролик сняли, по идее, из комментариев. И получилось довольно весело. Мне самому интересно было. У меня как-то был ролик, где я ставил просто пушку. И дергал за спуск, чтобы посмотреть, насколько ее отдача откинет. Но попробовать то же самое, только чтобы я болтался на веревочке, такого не делали. Спасибо за просмотр этого выпуска раньше. Люблю вас. И до встречи. Пока. Продолжение следует... все просто, одно правило у нас на ранчо ни слова жене МАМ МАМ Хочу на горшочек